Депутаты Магаданской Городской Думы Были нули в муниципальных программах, в четырех муниципальных программах, было недофинансирование по статьям, которые у нас вызывали неоднократное беспокойство, в частности, по наделению детей-сирот квартирами, по управлению образованием. Ну, в общем, целый ряд вопросов, которые нуждался в финансировании, и в таком варианте мы не могли голосовать за бюджет в тех цифрах. За это время губернатор добавил нам порядка миллиарда двухсот миллионов рублей в бюджет города. Эти все цифры обоснованы. Стратегию по развитию благоустроительных и социальных программ на 2021 год по сравнению с прошлыми годами депутаты строят с нарастающей динамикой. В будущем важно достигать максимальных целей с наименьшим количеством произведенных затрат. А в Гурдуме такой план имеется, отметил Сергей Смирнов. Плохой асфальт, отсутствие парковки, опасная лестница. Первый заместитель мэра Магадана Александр Малашевский провел выездное совещание по проекту благоустройства дворовых территорий по адресу Попова-7. На проблемный двор жильцы жалуются давно. Специалисты САТЭКа и техконтроля мэрии Магадана посетили прилегающие территории домов, чтобы спланировать выполнение работ в следующем году. Эта работа у нас постоянная. Рабочая группа утверждена постановлением мэрии. И уже, так скажем, на протяжении последних месяцев она активно работает. Ну и, естественно, будет эта работа продолжаться до самого начала ремонтных летних работ 2021 года. Совещание проводят для того, чтобы не допустить ошибок, когда начнутся работы по благоустройству. В совещании принял участие и член общественной палаты Магадана Олег Дудник. Сегодня мне здесь особенно приятно, что эта дворовая территория Попова-7 с корпусами, то есть целый ряд на самом деле дворов, наконец-то попал в программу благоустройства. И на следующий год, в летний, соответственно, период, эта территория кардинально изменится. Как отметил Олег Дудник, уже в следующем году коммунальные службы благоустроят территорию. И жильцы Попова-7 смогут увидеть двор своего дома в отличном состоянии. 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19 выявили на Колыме за последние сутки. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за весь период выявили 6891 заболевших. Обследовали на наличие инфекции 115 631 человек. С выздоровлением выписали 6259 колымчан. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. В общественных местах эксперты призывают надевать маску, перчатки и пользоваться антисептиком. Необходимо соблюдать дистанцию полтора метра друг от друга. Мужчинам эксперты рекомендуют воздержаться от рукопожатий. При первых признаках простуды и повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу. Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией. Готово ли городское звено единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций? К новогодним праздникам лично проверил мэр Магадана Юрий Гришан. Глава муниципального образования проконтролировал, готовы ли к экстренным вызовам медучреждения, спасатели и энергетики. Выездную проверку провели по пяти специализированным организациям Магадана. Городоначальник отметил, что работа спасателей крайне важна для жителей Колымы в любое время. Так вот первыми на все чрезвычайные ситуации всегда приезжает наше городское управление по делам ГОИЧС. Вот эти вот парни, спасатели, которые здесь стоят. Это спасение на воде, это спасение всяких сумасшедших, которые уходят в походы без карт, без GPS, без уведомления органов гражданской обороны, куда идут и когда хотят вернуться и где их искать непонятно. Вот эти вот парни, они занимаются этой работой. В связи с праздником Дня спасателя, мэр Магадана наградил сотрудников поисково-спасательной службы, Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии Магадана. Они получили памятные подарки, благодарности и медали. Также глава областного центра вручил сотрудникам квадрокоптер. В ухту батарейную, вы мне сказали, не берет, там радиация или наводка какая-то, наверное, все-таки больше вопрос в квадрокоптере был, да? Поэтому, кто у меня выходит получать, да, Муслимов Ренат Муслимович, мы с тобой и ходили, по-моему, в мой, да? Городоначальник отметил, что оборудование в организациях должно обновляться. Поэтому под Новый год сотрудникам Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии Магадана мэр вручил квадроцикл и две машины УАЗ. Источником приобретения новой техники стал местный бюджет в пределах финансирования Управления по делам ГОЭЧС. Материальная база постоянно должна, конечно, улучшаться. У нас замена вот этих два автомобиля пришла на смену автомобилям, которым уже по 15, по 18 лет. А нам нужно быстро и надежно добраться до того или иного места, где есть сигнал о чрезвычайной ситуации. Квадроцикл подарила сегодня мэрия тоже. Это тоже важно, потому что зимой происходит на льду очень много ситуаций. Сегодня поздравляю всех спасателей с профессиональным праздником. Сегодня поедем и к региональным спасателям, потому что это такой очень важный микс взаимодействия всех сил и средств, которые есть на территории города и области. Но главным подарком в новом 2020 году для спасателей будет повышение заработной платы, рассказал Юрий Гришан. Это делается в том числе для предотвращения текучки кадров и чтобы люди закреплялись на своих рабочих местах. Учить спасателя трудно. Лучше удержать повышением заработной платы, отметил глава областного центра. 24-я гимназия отметила свой юбилей 40 лет. В актовом зале учреждения с соблюдением всех санитарных норм собрались учителя, чтобы принять поздравления. С приветственной речью выступили городские и областные депутаты, а также руководитель департамента образования столицы Колымы. Они поблагодарили сотрудников школы за труд и поздравили с юбилеем. Уважаемые коллеги, вас с юбилеем! Здоровья вам! В эти предновогодние праздники! Счастья вам и вашим семьям! В гимназии развиваться! Развиваться и набирать новые оборудования! В школе для ее учеников постоянно проводят олимпиады, экскурсии. Ребята участвуют в научных проектах. Также для школьников ведут курс «Основы православной культуры». По словам специалистов, благодаря таким урокам ученики ориентируются на доброту, искренность и сопереживание. Как рассказывают учителя гимназии, работать в этой профессии непросто. Однако это действительно нужный и важный труд. За все годы работы 24-я гимназия выпустила 216 медалистов, 127 золотых и 89 серебряных, что является результатом высокого качества образования. В подтверждение этому, по результатам исследования рейтингового агентства «Аналитика», в гимназию вошла в перечень лучших школ Российской Федерации по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. Учителям гимназии номер 24 вручили цветы, грамоты и ценные подарки. Также для зрителей с музыкальными номерами выступили ученики школы и ее педагоги. Алексея Грашевика, руководителя муниципального оркестра, наградили дипломом лауреата премии губернатора Колымы за активную концертно-просветительскую деятельность. Как работает муниципальный оркестр во время пандемии? По словам Алексея Грашевика, самоизоляция побудила музыкантов на создание новых проектов. Большинство из них осуществили в онлайн-формате. Под 9 мая был сделан у нас ролик отличный, который прошел по всей России и благодаря ему стали даже популярными в какой-то мере. После этого предлагали нам пару проектов очень интересных, там международный проект, один мы участвовали в нем. Ну, в смысле, все это было, конечно, онлайн, онлайн-проекты. Вот. И наши ролики, которые делались во время пандемии, тоже оказались популярными. И один ролик даже у нас взял канал Rush Today, свой проект, и показал его в Мексике. Это было очень приятно и неожиданно. В прошедшие выходные оркестр выступил на ежегодном шествии Дедов Морозов. Играть музыканты будут и на новогодних елках, но с учетом всех требований Роспотребнадзора. Также артисты планируют и дальше реализовывать свои проекты в онлайн-формате. К Новому году музыканты сделают несколько роликов, а в январе планируют принять участие в онлайн-концерте.